привет друзья привет подписчики изготавливаю корма ребята я по таблице подбора кормовой смеси по возрасту птицы точнее я делаю два форма это пк2 первая седьмая неделя для цыплят не сушит и пк1 для кур не сушит это говорится перекрывает все задачи плюс после гранулирования разбавляются они вот такой вот зерно смесью ребята все растет все плодоносит все несется все растет хочу обратить внимание если делать выгодный комбикорм и эффективный комбикорм еще раз говорю выгодный и эффективный комбикорм то смотрим состав куры несушки тк-1 16,5 процента белка 258 калорий состав пшеница 62 процента кукурузы 0 и других зерновых 0 еще раз повторяю злаковых только кукуруза этот рецепт комбикорма у меня для кур не сушит составлены специалистами у меня есть и на натуральных компонентов то есть рыбная мука премиксы и так далее но все это разрешенное для употребления пищу далее ребята есть такой же корм на пшенице но на химических элементах он выходит еще дешевле конечно лизин метанин добавляется химические и более удешевлен корм за счет химических элементов но такой корм как бы для себя в домашнем хозяйстве применять не рекомендовано и не рекомендую никому мы хотим кушать здоровую продукцию поэтому ребята моя таблица стоит небольших денег а после разъяснения люди ложат еще в подарок столько же сколько стоит эта таблица присылаю я фотографию этой таблицы фотографию по ватсапу недовольных пока нет потому что полнорационный корм создать из подручных и более дешевых компонентов тем более я руковожу и дополнительные таблицы присылаю чем и как можно заменить обойти некоторые компоненты которые обхожу я потому что они очень дорогие я не говорю что они эффективны но они очень дорогие и в нашем регионе по доступной цене качественные жмыхи например шроты даже даже те дешевые шроты соевые достать трудно и дешево не получится достать а гранулированные непонятно с чем широты и жмыхи это все понятно что что там добавлено совсем не то что надо